Всем большой привет! Меня зовут Ира. И сегодняшнее видео это будет рубрика пустые баночки за март. Их накопилось с одной стороны не особо много, с другой стороны достаточно есть о чем вам рассказать. Будет как уходовая косметика с головы до ног, так и декоративная. По крайней мере будет разнообразно. Если вам интересна такая тема видео, то оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. И как всегда я пойду по категориям. У меня одна только пустая баночка касательно ухода за волосами. Закончилась у меня маска для волос от Шаума, которую я покупала в сети магазинов Мила. И там было два варианта. Я себе взяла именно энергия природы, защита от текущихся кончиков для длинных волос. Это смузи маска. Она очень ярко, насыщена, но очень приятно. Пахнет тропическими фруктами. В основном манго. Я обожаю запах манго. У меня в последнее время он фигурирует много в каком уходе. В общем, очень я люблю этот аромат. Банка большая, целых 380 мл. Пользовалась я этой маской достаточно долго. Месяцев 4, может быть даже 5, может быть даже больше. Но 4 месяца так это точно. Маска мне очень понравилась. Она выполняла просто все мои требования. Она и увлажняла волосы, и напитывала кончики. После ее использования волосы хорошо расчесывались. Они были красивыми, блестящими. При этом она их не утяжеляла. Поэтому с удовольствием буду иметь в виду на будущее. Может быть, когда-нибудь повторю. Особенно если словлю на хорошие скидки. И эту маску я еще видела на Валберис. Так что имейте в виду. Следующие 3 средства уже будут по уходу за телом. Закончился. Ну, практически тут буквально на одно применение. Я уже не буду оставлять до следующих пустых баночек. Это ген для душа от Фаберлик. Это ген для душа из парфюмированной линейки. То есть, каждый ген для душа относится к конкретному парфюму. У меня ни разу еще не было парфюмов от Фаберлик. Но вот ген для душа я уже начала пробовать. Несколько у меня еще в запасах есть. И первый закончился вот такой. Ферикью Сенсуэлли. Если я правильно произношу. Здесь небольшой объем. 150 мл. Но мне на 2 месяца хватило. Нормальный, я считаю. Аромат здесь достаточно интересный. Нестандартный для обычных гелей для душа, которые продаются, знаете, постоянно на скидках в ближайших магазинах. Здесь он такой более интересный. Он действительно как запах парфюма. Но при этом он не бьет в нос. Он не навязчивый. Немножечко даже чем-то мужским пахнет. Или вот унисексом. Но это не супер женский аромат. Он чуть-чуть такой вот специфический. Неплохой гель для душа. В принципе стандартный по своим свойствам. Не знаю, насколько я буду в дальнейшем повторять. Такой огромный выбор. Разный гель для душа. Я его брала с очень хорошей скидкой. Чуть ли не за 2 рубля. Вот за эти деньги вообще спокойно можно повторять. За полную стоимость по 5 рублей я бы не стала его повторять. Потому что аромат достаточно специфический. Хоть и интересный. Но тем не менее не самый мой любимый вариант. Еще одно средство от Фаберлик. Это скраб для тела мятный шоколад. Из серии Бьюти Кафе. С этого скраба началась моя любовь к скрабам от Фаберлик. Я себе взяла из этой же серии еще 2 скраба. Очень такие вкусненькие. С ароматами десертов. Невероятно вкусные аппетитные ароматы. Для тех, кто сладкоежка. Это просто вот сложно устоять. Чтобы не съесть, не попробовать. Скраб тоже очень приятный. Он супер густой. Частички в нем не очень крупные. Я бы даже сказала мелкие. Но он за счет того, что густой. Он хорошо скрабирует кожу. Я бы его не относила к антицеллюлитным. Чтобы там массажировать себе проблемные зоны. Нет. Он хорошо, но при этом не жестко скрабирует. И вот после бритья. Либо до бритья. Против вросших волос. Профилактика. Очень даже хороший скраб. И с удовольствием буду в дальнейшем пробовать новинки. Потому что шикарные ароматы. И при этом можно словить на хороших скидках. Объем здесь, кстати, небольшой. 120 грамм. Но мне такой баночки на 2 месяца хватает. И меня это вполне устраивает. Как раз он мне не успевает надоесть. И я их периодически меняю. Пробую новые. И последнее средство для тела. Это уже Эйван. И это лосьон для тела. Для сухой и очень сухой кожи. Серия Ке. И у меня это масло кокоса. Здесь большой объем. 400 миллилитров. Долго я пользовалась этим лосьоном. В итоге его до конца не добила. Я его покупала не в прошлом году. А в позапрошлом. Летом. Но я им пользовалась не постоянно. То есть я его откладывала на время. Потом доставала из-за кромов. Потому что для меня вот этот аромат. Кокосовый. Он насыщенный. И он мне больше нравится именно на холодное время года. Для меня он такой более согревающий что ли. Плюс ко всему этот лосьон, несмотря на то, что он не супер какой-то жирный. Нет. Он, я бы сказала, средней жирности. То есть он хорошо напитывает кожу. Но при этом он не оставляет жирной пленки. Он достаточно быстро впитывается. Но при этом кожа чувствует себя комфортно в течение дня. В целом мне понравился этот лосьон. Единственное, что поднадоел его аромат. Все-таки я им долго пользовалась. И аромат кокоса чуть-чуть сейчас это не моя тема. И плюс я для себя поняла, что вот такие большие объемы. Хоть это и выгодно. Кстати, по-моему, этот лосьон даже мне в подарок достался. Там за какую-то определенную сумму заказа. Но тем не менее, если я в дальнейшем буду покупать лосьоны. Вот подобные большие объемы. Это не мой вариант. Потому что мне все-таки надоедает пользоваться одним и тем же средством. Тем более, если у него насыщенный аромат. Но в целом я советую этот лосьон. Он хороший, он выгодный. Часто на хороших скидках. Это у меня лимитированная версия. То есть, это новогодняя этикетка. Обычно здесь что-то кокосовое нарисовано. Но это стандартная линейка. Она постоянно есть в каталоге. Для сухой кожи очень советую. И для рук, и для всего тела отличный вариант. Следующие пустые баночки касаются ухода за лицом. И начну я с конжакового спонжа. Не с баночки. Долго он не служил. Ну, год, мне кажется, так точно. В принципе, им еще можно было бы пользоваться. Хотя его рекомендуется менять раз в 2-3 месяца. Но тем не менее, если его хорошенько промывать периодически с мылом. То почему бы не пользоваться им и дольше. Но он уже износился. Он уже порвался. И уже пора его точно выбрасывать. Вообще, конжаковый спонж это хорошая вещь. Им удобно смывать какие-то маски. Которые, допустим, плохо смываются просто водой. Плюс он дополнительно скрабирует кожу. Но при этом он мягкий. Он ее никак не травмирует. Также помогает смывать более тщательно макияж. Он сам по себе в сухом виде. Он твердый, конечно же. Но если его хорошенько намочить, то он становится супер-супер мягким, как облачко. Не знаю, насколько я буду повторять его в ближайшее время. Что-то периодически я про него забывала. И пользовалась им только в крайних случаях, когда сложно смывалась маска с лица. Но вообще вещь хорошая. Я уже много-много раз подобные покупала. В сети Мила очень часто на хороших скидках. И они есть в разных вариантах. Разных цветов. И с разными, так скажем, экстрактами. То есть там с черным углем. Вот, по-моему, у меня этот... В общем, надо читать, изучать. Но там есть даже с содержанием каких-то экстрактов и дополнительных веществ. Средство для снятия макияжа. Мой фаворит, который я обязательно повторю в ближайшем будущем. Это гидрофильное масло, которое я покупала на Валберис. Под названием La Messange. Это российский бренд. Супер выгодное гидрофильное масло. Здесь 240 мл. Учитывая, что стандартный объем обычно идет 100-150 мл. Здесь же 240, то есть хватит вам очень надолго. Учитывая, что крашусь я очень часто. И макияж у меня в основном стойкий. Какой-то сложный. И я смываю макияж в два этапа. Чтобы наверняка. Мне его хватило, ну, на полгода так точно. Вот этого гидрофильного масла. При этом стоит оно обычно до 15 рублей. Ну, там плюс-минус цена меняется. Потому что на Валберис постоянно какие-то акции. Можно даже за 12 взять. Я на пробу себе сейчас взяла другое гидрофильное масло. Тоже на Валберис его брала. Но оно мне меньше понравилось. Оно менее удобное для меня. Потому что здесь все-таки еще и дозатор. Поэтому то, которое у меня сейчас в использовании, я его закончу. И затем обязательно повторю вот это. Потому что вот это лучшее. Оно не вызывает никакого раздражения. Не щипит глаза. Отлично удаляет макияж. Превращается в эмульсию, в молочко. Легко смывается с кожи. Не оставляет после себя жирного слоя. В общем, отличное. Самое лучшее, самое выгодное гидрофильное масло в моей жизни. Закончилась маска очищающая от белорусского бренда Mastish. Из серии Vulcanic H. 100 мл. Это маска на основе глины. Очищающая. Она не супер очищающая. Она не высушивает кожу. Но на зимнее время она мне идеально подходила. Когда у меня кожа больше склонна к сухости. Она как раз таки не создавала каких-то неприятных ощущений. Она ее не пересушивала. Но при этом она очищала неплохо. На лето, я думаю, мне будет маловато такого очищения. Все-таки летом я предпочитаю что-то более ядреное, так скажем. Но вот на холодное время года очень неплохая маска. При этом она бюджетная, доступная. В ближайших магазинах можно купить. Поэтому вполне вероятно, что я ее на будущий холодный сезон и повторю. Подобные очищающие маски всегда должны быть у меня в арсенале. Потому что я их применяю часто. Когда я делаю особенно какой-то стойкий, очень яркий макияж. То, чтобы дополнительно очистить кожу, чтобы наверняка у меня на утро не повылазили прыщи. То я делаю подобную очищающую маску. И я уверена, что кожа моя уже наверняка до конца очищена максимально. Поэтому маска эта комфортная. Мне понравилась. Такая средненькая, но хорошая. Следующее средство для лица. Это мой фаворит-фаворитище, который я уже повторила. И буду в дальнейшем повторять. Это тоник отшелушивающий от Evelyn серия FaceMed+. Он с гликолевой кислотой. Здесь объем 110 мл. Кто-то пользуется кислотами только в холодное время года. Кто-то во все сезоны. Я этим тоником планирую пользоваться и в теплое время года. Просто, во-первых, использовать SPF. Во-вторых, я им пользуюсь не каждый день. А по мере необходимости, так скажем. Если я вижу, что у меня тусклый цвет лица, серый, мне не хватает сияния, мне не хватает здорового вида, так скажем. То этот тоник помогает мне восстановить как раз-таки здоровый вид кожи. Плюс ко всему, он отшелушивает, он даже пощипывает. Несмотря на то, что я им пользуюсь уже давненько. Тем не менее, каждый раз у меня кожа слегка пощипывает. Особенно в тех местах, где у меня есть высыпание. Тоник помогает обновлению кожи. Соответственно, высыпание проходит гораздо быстрее. В целом, выравнивается цвет лица. Очень классная вещь. Периодически на скидках. Опять же, в ближайших магазинах можно купить. Поэтому с удовольствием буду в дальнейшем повторять. Очень-очень классный и действенный тоник. Не добила до конца, но уже пришло время выбрасывать. Это санскрин корейский. Я, к сожалению, не знаю, можно ли его купить где-то в Беларуси. Я гуглила, искала на Валберис. Вообще, от бренда The Skin House есть на Валберис санскрины. Но конкретно этого нет. По-моему, это какая-то новинка. Возможно, она даже до нас и не доехала до Беларуси. Но в целом, если вы интересуетесь корейской косметикой, если вы заказываете из зарубежных сайтов, то имейте в виду, лично мне понравился этот санскрин. Здесь SPF 50. Здесь и физические, и химические фильтры. Хорошо защищал мою кожу летом. Здесь объем 50 мл. Единственное, что я не успела его закончить, потому что пользовалась я им только в теплое время года. Потому что SPF 50 мне, в принципе, в другие сезоны и не нужен. Я поменьше использую SPF 20-30. Вот. И поэтому он уже стал неприятно пахнуть. Хотя, сам по себе, когда он был свежим, он пах приятно. Не навязчиво, просто свежо. И он не создавал белого слоя. То есть, сразу вы, когда его наносите, наносила я его, причем немало, толстым слоем. И сразу кажется, что лицо прям жирное такое, белое. Но, на самом деле, минут через 10 он полностью впитывается. И, ну вот, минимально вот этой жирной пленки остается. Я даже сверху наносила макияж. И все очень даже неплохо держалось. Поэтому, в целом, мне понравилось средство. Но я не уверена, что его можно где-то купить в легком доступе в Беларуси. Следующее средство по уходу за лицом, это уже крем-корректор для век осветляющий. Белорусский бренд Live Delano. Это их серия Steam Cells, которая со стволовыми клетками. И этот крем направлен как против отечности и темных кругов. Здесь, не скажу, сколько объем. Скорее всего, 30 мл стандартный. Этот крем еще шел в картонной коробочке. И вот как раз на картонной упаковочке был и состав, и вся информация. На баночке здесь ничего нет. Очень приятный крем. Мне понравился. Я готов его даже в дальнейшем повторить. Удобный дозатор. Я один раз буквально выдаливаю. И этого количества мне хватало на то, чтобы распределить и под глазами. И еще на сами веки я наносила, если у меня ощущалась сухость кожи. Он с одной стороны густой, но с другой стороны он прям тает под действием тепла кожи. Очень легко распределяется, не утяжеляет. Впитывается достаточно быстро. То есть сверху я наносила консилер и все замечательно держалось, не скатывалось. Не навязчивый аромат. Такого-то действия по уменьшению темных кругов я не заметила. Но в плане напитать, увлажнить кожу, чтобы кожа чувствовала себя комфортно, но при этом, чтобы она не утяжелялась. Отличное средство, бюджетное, доступное. Поэтому очень мне понравилось. Также я использовала в прошлом месяце вот такую маску от Evelyn. Пузырьковую. Она тканевая, но она пузырьковая. И это Bubble Face Mask. Я уже видела, появились эти маски на Валберис, если кого-то интересует. Конкретно эта, она с кокосом. И она питательная. Ее нужно смывать. Она сделана в Корее. Очень хорошая маска. У нее подходящая лекала. И несмотря на то, что ее нужно смывать, она оставляет очень приятную, комфортную, питательную пленочку. Кожа чувствует себя комфортно долгое время. И после использования этой маски мне даже не приходилось использовать свой уход обычный, дневной, вечерний. Потому что мне было достаточно действия этой маски. Очень классная, понравилась. И последняя, в плане ухода за собой, у меня закончилось целых три гигиенические помады. Точнее, бальзамы для губ. Все эти три бальзама для губ приходили ко мне в декабре от бренда Evelyn. Это их новинка. Продаются эти бальзамы для губ на Валберис Дак точно. Я их видела. Возможно, уже даже и в Миле или в Острове продаются. Это СОС-средство на основе органового масла. И там есть очень много вариантов ароматов. У меня было три аромата. Манго, кокос и вишня. Манго это просто вот любовь номер один. Насыщенный аромат манго, но при этом он натуральный, не химозный. Короче, очень приятный. На втором месте вишня была. Тоже не навязчивый, но при этом фруктовый аромат. И кокос. Вот я как-то подустала от аромата кокоса. Чуть-чуть меня отвернуло. Поэтому кокосовым пользовался муж. И почему они у меня закончились так быстро? Потому что, во-первых, пользовались мы всей семьей. Дочка особенно помогала в использовании. И во-вторых, дочка, опять же, часто добиралась до них. Они лежали на видном месте на столе. И она там и пальцами в них ковыряла. И что, она только с ними не делала. И в итоге они закончились. Вот такие вот небольшие тюбики. Очень удобно брать с собой в сумку, бросить в карман, в куртке. Они выдвигаются. Хорошо питают. Хорошо увлажняют. При этом они не жирные. Очень классные бальзамы. Мне понравились. Они идут еще в таких вот картонных коробочках. И последнее, про что я расскажу, это про декоративную косметику. Закончилось у меня два консилера. Консилер от Reluie. Серия комплиментсий. Первый оттенок. Наконец-то закончился. Что-то как-то он у меня прям долго расходовался. Изначально я его любила. Хвалила. Он имеет легкую плотность покрытия. То есть, он особо ничего не перекроет, не замаскирует. Но его фишка больше в светоотражении. То есть, он прям очень хорошо высветляет и подсвечивает кожу. Я его раньше любила использовать на Т-зону. Но в последнее время я стала замечать, что на камере, на фото, вот этот, казалось бы, просто сатиновый светоотражающий эффект, он стал выглядеть, как будто бы моя кожа жирная. Мне это не нравится. Поэтому я его стала использовать только под глаза. А под глаза я не люблю использовать по несколько продуктов. Все-таки, когда торопишься, на каждый день используешь один консилер. Одного его мне было недостаточно, потому что у него слабая плотность покрытия для моих синяков. А использовать его вместе с каким-то более матовым у меня рука просто не доходила. Поэтому я его с горем пополам добила. И, скорее всего, в ближайшем будущем повторять не буду. Но в целом он хороший. Просто он для тех, кто любит как раз-таки очень легкое покрытие. Если у вас, не знаю, молодая кожа, особо нет синяков, то консилер хороший. Он прям увлажняет, он максимально комфортный. Поэтому имейте в виду. И второй консилер я его не успела добить. Он уже стал густым. Он уже себя не так ведет на коже, как раньше. Но уже у меня появилась замена. Это Evelyn Magical Perfection. Хороший консилер, питательный. Помимо того, что маскирует синяки и недостатки, он еще дополнительно и ухаживает за вашей кожей. Он плотненький. Он достаточно пигментирован. Он не супер плотный. Он, скорее, среднюю плотность покрытия имеет. Но, тем не менее, мне его хватает на каждый день, чтобы замаскировать синячки. Также другие какие-то отдельные участки вокруг носа, допустим. Он имеет живой финиш, то есть он не застывает наглухо, но при этом он и не сияющий. Остается чуть-чуть полувлажным, что ли, на коже. Поэтому, если вы любите матовый финиш, то его все-таки нужно фиксировать и припудривать. Классный консилер, особенно на холодное время года. Опять же, когда кожа больше склонна к сухости, он как раз-таки будет подпитывать, увлажнять, комфортно ощущаться. В общем, классный консилер. И, как я уже сказала, у меня уже точно такой же лежит в запасах. Закончилось у меня два карандаша для бровей. Один из них я уже повторила. Это Белор Дизайн Бровиста Ультра Слим. И у меня это 202 оттенок, софт браун. Он с легкой теплинкой, но при этом он не какой-то супер рыжий. Это просто шоколадный коричневый. Очень приятный оттенок. Мне он подходит. Использую я его в основном для теплых макияжей, потому что я люблю комбинировать. Я люблю, чтобы у меня были и чуть-чуть с холодным подтоном, но не супер серым, а талповым. И я люблю, чтобы у меня был со слегка теплым подтоном. Суперский карандаш. Бюджетный, доступный. При этом он тонкий. Он твердый. Можно им прям отдельные волоски нарисовать. И плюс ко всему у него с обратной стороны щеточка. В общем-то, одни плюсы. Поэтому буду в дальнейшем с удовольствием повторять. Возможно, на пробу возьму еще какой-нибудь другой оттенок, более холодный. Но вот этот 202 я уже повторила. И второй карандаш. Это уже Люкс Визаж Ультра Слим. Броу Бар Ультра Слим. И здесь уже 301 талповый оттенок. Вот это вариант уже, который уходит в холодный, но нейтральный, так скажем. То есть он не супер серый, а он именно талповый. Уже не первый мой карандаш. И очень странно, что у меня нет в запасах такого же. Что-то как-то я упустила этот момент. Обязательно повторю. Единственный минус, что здесь нету с обратной стороны щеточки. А так идеальный карандаш. Тонкий, твердый, стойкий. Ну и последняя баночка. Это тушь от Evelyn. Big Volume Real Shock. Я думаю, многие наслышаны про эту тушь. Я эту тушь люблю, обожаю. Одна из моих любимых. Вообще, в принципе, туши от бренда Evelyn одни из моих любимых, помимо белорусских. И эта тушь была в моих фаворитах. Даже позапрошлого года. В общем, давненько она является моим фаворитом. Она делает заметные яркие ресницы. У нее удобная силиконовая щеточка. Единственное, что конкретно вот этот тюбик, он как-то достаточно быстро стал засыхать. Хотя я его хранила закрытым. Возможно, его вскрывали до меня. Не знаю. Но как-то очень быстро стало загустевать этот тушь. И прям комочками набираться и некрасиво лежать на ресницах. Но, в любом случае, у меня уже есть такая же. Я ее пока не открывала. Я надеюсь, что она уже будет более свежая. А вообще, тушь очень классная. Одна из лучших, если вы любите драматический эффект на глазах, эффект накладных ресниц. И на этом мои пустые баночки закончились. Это все, что у меня насобиралось за прошлый месяц, за март. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. Если это так, то не забудьте его оценить, поставить лайк. Мне будет очень приятно видеть вашу обратную связь. Также подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Большое спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.